Пройти всю процедуру единого государственного экзамена стало возможным даже для родителей, причем испытать себя смогли все желающие. И если для взрослых участников новая форма сдачи экзаменов – это само по себе открытие, то для будущих выпускников школы очередная репетиция перед решающим ЕГЭ. 7 февраля по всей стране прокатилась акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями. Испытание на прочность знаний прошла и моя коллега Татьяна Журавлева». Такого никогда еще не было. И любопытно, и страшно, и пути назад нет. В 2017 году мама и папа выпускников школ и просто инициативные родители приняли вызов Рособранадзора. Решили сдать «Единый государственный экзамен» по русскому языку. Таким образом, Министерство образования предоставило взрослым возможность почувствовать себя на месте детей и самим узнать, чем сегодняшние экзамены отличаются от тех, которые они сдавали когда-то в школе. На Ямале во Всероссийской акции приняли участие около 300 человек из всех муниципалитетов, кроме Пуровского района. В школах карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Губернатор округа Дмитрий Кобылкин вместе со своим сыном прибыл в одну из лихарских школ, чтобы подвергнуть проверке свои знания по русскому языку. Экзамен на самом деле непростой. Это русский язык, который, мне кажется, в нашей многонациональной стране всем тяжело дается, неважно от национальности. И то, что сегодня ребята более глубоко его изучают, вот на мой взгляд, с точки зрения человека, который попытался за последний месяц вспомнить ту программу, которую мы проходили, он гораздо более глубокий. Было непросто, но написали, сочинения не успели написать. В Версалинской школе на ЕГЭ заявились 24 участника. Для чистоты эксперимента сдать экзамен решили и корреспонденты Ямальского телевидения. Короткий экскурс о порядке проведения ЕГЭ и правилах поведения в аудитории. И вот уже великовозрастные выпускники на пороге первого этапа. Строгий досмотр, все средства связи и металлические предметы остаются на входе в пункт проведения экзамена. Так, проходим. Так, следующий. Оп, что у вас? Еще раз. Игрид, Орбевич, все. Участников ЕГЭ рассаживают по двум аудиториям. После вскрытия пакета с контрольно-измерительными материалами ровно в 11 часов по местному времени начинается экзамен. На выполнение 15 заданий, последним из которых является сочинение, участникам отводится всего 40 минут. Подобрать контексту нужное слово, расставить запятые, найти антонимы, провести анализ текста. Эти и не только задания были предложены участникам ЕГЭ. Время, как обычно, пролетело незаметно. Итак, первый госэкзамен для родителей можно считать законченным. И сегодня мы все испытали на себе. Да, было непросто. Да, пришлось терять драгоценные минуты на понимание самих заданий. Да, время строго ограничено. Но и цель ЕГЭ для родителей в том, чтобы прочувствовать все этапы и понять, что бояться единого госэкзамена не стоит. Если в голове есть знания, ребенок справится стопроцентно. Вообще, на самом деле, очень скептически всегда относился к ЕГЭ, как к проверке знаний, уровня знаний. Но сегодня вот посмотрел и, в принципе, убедился, что довольно сложные задания. А тут не просто нужно галочки ставить, действительно нужно размышлять, думать. И это довольно сложно оказалось. И мне, на самом деле, честно, не хватило времени. Надеюсь, что большинство ответов моих правильных, но не уверен в этом. Да, очень волнительно. Именно вот, что в первый раз же мы проходим такую процедуру. Ну и пришлось поразмышлять. Я вот хотя в школе работаю, но все равно специфика экзамена. Показала, что нужно очень готовиться к нему. По вашим наблюдениям, сегодня волновались больше дети или родители все-таки? Ну вот, дети, наверное, из родителей волновались из-за себя. Я как-то спокойно к этому теслась, не паникую, вообще нормально. Такие мероприятия обязательно нужно проводить. Родители должны знать, в какой ситуации их дети сдают экзамен. Для детей это требует очень большой психологической подготовки, потому что экзамены длятся очень долго. Сегодня мы писали только 40 минут. Обычно экзамен по русскому языку длится почти 4 часа. То есть просто даже физически посидеть 4 часа и поработать без перерывов – это очень тяжело. Результаты первого ЕГЭ для родителей участникам экзамена из Ямальского района будут известны 17 февраля. Но выводом, который сделал каждый для себя, стало одно. ЕГЭ требует серьезной подготовки и просто так, ткнув пальцем в небо, задание не выполнить. И потому, понимая всю ответственность единого госэкзамена, мы, родители, должны внушить это и нашим детям. Ведь от результатов ЕГЭ в условиях современной реалии зависит вся дальнейшая жизнь.